Голки-голки-голки-голки Хитрые злодеи и злобные заговоры. Баба-Яга снова не оставляет надежду испортить Новый год всем жителям сказочного мира. И единственные, кто могут ей помешать, персонажи волшебного леса. На сцене музыкальной школы развернулась захватывающая новогодняя сказка «Зимняя история». Всё от сценария до исполнения ролей – дело рук опытных педагогов и их учеников. Ведь главная идея постановки – рассказать детям на их же языке, насколько опасна гордыня и важны доброта и дружба. В череде многочисленных мероприятий новогодних – самое яркое, самое значительное событие, которое проходит ежегодно. Ну, конечно, различным сценарием. И в этом году у нас новогодние приключения. Это интересные, захватывающие приключения, как современные дети, девочка с котом попали в сказочную новогоднюю страну. Ставить новогоднюю сказку в музыкальной школе стало уже настоящей традицией. Из года в год дети с большой радостью участвуют в представлениях. Но в этот раз оно оказалось особенным для учеников. Наверное, все-таки особенное то, что это уже ближе не просто как концерт некий, да, так как у нас музыкальная школа, дети играют, поют, да, то здесь уже более театральная постановка, более театральное представление, что вот это вновь для музыкальной школы. Специальными гостями на новогоднем представлении стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Также посмотреть сказку пришли ученики младших классов Ставропольских школ. Все маленькие зрители с нетерпением ждали развязки. Спасти праздник помогли добрые герои, за которых болел весь зал. Ты, Баба Яга, лучше сразу признавайся, а то Дед Мороз и знает. Будешь потом весь лес после Нового года убирать. Все так ярко, красочно, мне очень понравилось. Баба Яга со своими льточными мышками, они пытались забрать звезду и принести ее к себе. А вместе со всеми в сказку погрузились Виктория Шкальная и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Виктория Шкальная и Владимир Ходорев